Я приветствую вас на программе Изотон. Надеюсь, что вы разминку уже сделали в предыдущем ролике. И сейчас мы приступаем к основной части. Можно было бы все мышцы подготовить к работе, сделать стретчинг, начиная с подошвы выше-выше-выше. Этому у нас будет посвящен еще один ролик. А можно сразу, когда у нас мало времени, можно сразу начинать проработку мышц, но ее нужно подготовить. Суставы мы подготовили в предыдущем ролике, а сейчас мы начинаем работать с самой крупной мышцей, потому что тренировку нужно начинать именно с крупных мышц. А крупная мышца у нас четырехглавая мышца бедра, передняя поверхность бедра. И мы ее сейчас подготовим, немножечко растянем. Итак, четырехглавая мышца бедра. Если человек работает сидя, то есть при сидячей работе, или очень много учится и работает у компьютера, она укорачивается. Она укорачивается и тянет центры тяжести тела вперед. В результате человек, чтобы не упасть вперед, вынужден напрягать поясницу. И поясница болит. Так вот, растягивать переднюю поверхность бедра – дело очень важное для коррекции осанки. Мы делаем упражнение, я его называю упражнение «каждого дня». Здесь мы будем растягивать и переднюю поверхность бедра, и нашу главную мышцу здоровья – подвздошно-поясничную мышцу. Везде прямые углы. Голень, бедро, прямой угол. Руки ставим с внутренней стороны, ставим на пальцы. Сзади стоящая нога тоже на пальцах. И с ровной спиной, обязательно с ровной спиной, мы начинаем качаться, мы начинаем делать строчек. И все наше внимание на сзади стоящую ногу, переднюю поверхность бедра. И на внутреннюю. Большую поясничную. Вздошно-поясничную мышцу. Это где-то секунд 30. Мы попруженили. И меняем ногу. Также стараемся все внимание направить на переднюю поверхность бедра, сзади стоящей ноги. И на мышцы внутри живота, подвздошно-поясничную мышцу. Достаточно. Перед упражнением хорошо сделает глоток воды. Во время нашей тренировки идет процесс регидротации, то есть восстановление водного баланса. Это очень-очень-очень важно для суставов. Поэтому фляжка всегда рядом. За полуторачасовую тренировку мы выпиваем пол-литра воды, помогая еще и своим почек вывести продукты обмена из организма. Итак, исходное положение первого упражнения. Стопы почти параллельно, пальцы немножко в стороны. Опора на внешнюю сторону подошвы и пятки. Спина ровная. Мы немного в первом варианте упражнения, мы немного сгибаем ноги, замочек руки за голову и начинаем упражнение в стато-динамическом режиме. Стато-динамика. Это песня для нашего организма. Постепенно вы научитесь работать в стато-динамическом режиме и начнете получать большое удовольствие от этих упражнений. Параллельно мы тестируем состояние пояса верхних конечностей. Вот это положение рук у нас не просто так. Это тест на здоровье пояса верхних конечностей. В нижней точке останавливаемся, меняем положение рук и еще ниже приседаем. Наша задача включить всю мышцу в работе, потому что в первом варианте не все мышечные волокна подключились. Более подробно, какие мышечные волокна подключаются, мы расскажем вам в более расширенном блоке. И третье положение, самое тяжелое. Сейчас вы чувствуете, как жжет мышцы. Это полезный мышечный стресс. Именно он дает нам выброс важных гормонов. Самототропина, гормона здоровья и омоложения. И тестостерона, он укрепляет мышцы, делает более такой вот дух наш решительный, целеустремленный. Поэтому мы немножко терпим и достаточно. В предыдущем упражнении мы напряженными мышцами пережимали сосуды. И сейчас после него кровь мощным потоком сломала в ноги. И нужно ее поднять. И поднимают кровь, прокачивая против сил гравитации икроножная мышца. Под ней комбаловидная мышца голени. Кисти расслаблены. Стопы параллельно. Мы делаем это в статодинамическом режиме. Здесь важно, чтобы кисти были расслаблены. Пятки пола не касаются. И мы уже чувствуем легкое жжение в мышце. 4, 3, 2, 1. Опускаемся на пятки. И пальцы в сторону ставим. Сейчас у нас будет доминировать внутренняя поверхность бедра. Центр тяжести сейчас немножко сместился назад. Поэтому мы руки держим впереди. И мы чувствуем напряжение внутренней поверхности голени. И даже глубоких мышц таза. Здесь тоже вы можете почувствовать напряжение. Хорошо. Еще 4, 3, 2, 1. Опускаемся. Теперь нагрузку дадим на внешнюю сторону голени. Обязательно расправим малую грудную. Расправим. И начинаем работать. Удержать равновесие важно. Вот здесь уже жжение сильное в наружной поверхности голени. Там очень много рецепторов, связанных с обменом веществ. Поэтому вот эту боль в наружной поверхности голени мы еще воспринимаем как импульс к тому, чтобы обмен веществ у нас нормализовался. Достаточно. И мы выходим с коврика и начинаем суставную гимнастику. 30 суставов в стопе. Наша задача при помощи вот такого движения, создавая щели в суставе, там разность давления получается, и все как бы засасывается полезное в сустав. Второе движение зеркальное. Мы как бы загоняем все полезное сейчас в суставы стопы. И гусеница. Гусеницу надо делать правильно. Пальцами впиваясь в пол, скользит пятка. Как бы подтягиваем пятку. Вот не так переставляя ноги, а научитесь подошвой ползти. Поэтому упражнение называется гусеница. Делаем гусеницу. И встаем на носочки и возвращаемся на коврик. И теперь нам нужно проработать переднюю поверхность голени. С возрастом эти мышцы слабеют, и человек начинает шаркать и спотыкаться просто на ровном месте. Руки за голову. Мы ложимся. Тренировка лежа уже начинается. И вверх. Вверх. Стараемся на мгновение коснуться пола и сразу вверх. Где-то 20 секунд мы работаем параллельно. Стопы стоят. 5, 4, 3, 2, 1. Делаем овалы стопой 4 раза в одну сторону, 4 в другую. Это зеркальные овалы. Поднимаем стопу и пальцы сжимаем и разжимаем. Чем подвижнее пальцы ног, тем лучше работают все мышцы нашего тела. Далее. Другая позиция. Колени в стороны. Мы стоим на пятках, пальцы в сторону. И также приподнимаем стопу. Сейчас доминирует большая берцовая мышца. У нас две кости голени. На внутренней стороне большеберцовая кость. И вы чувствуете хорошо надкосницу. Надкосницу жжет. Мы создаем потребность в усвоении кальция костями. Еще 4, 3, 2, 1. Овалы в одну 4. В другую 4. Поднимаем стопы и в кулачки. Потерпите. Сейчас, да, действительно мышца закислилась, больно. А нам и нужен этот полезный мышечный стресс. А теперь колени вместе. Стопы внутрь и вверх. В работу включилась малоберцовая мышца. Укрепляем тоненькую малоберцовую косточку. Наружная поверхность голени. Помните, там много рецепторов, связанных с обменом веществ. Потерпите. Дыхание ровное. Сердце бьется ровно. Ну, немножко жжет мышцы. Да, больно. 4, 3, 2, 1. И в одну сторону. Не забудьте улыбнуться. Очень важно, чтобы мышцы лица были расслаблены. В другую сторону. Еще, еще немножко потерпите. Пальцы вверх. Еще чуть-чуть пальцами. И поднимаем ноги вверх. И трясем руками и ногами. Все. Мышечный стресс остался. Ну, гормоны у нас наработаны. И скрестный. И инохагин. После этого упражнения мы получаем удовольствие от вот этого расслабления мышц. Затем берем себя под колено и поднимаемся. На этом мы заканчиваем блок передняя поверхность бедра и мышцы голени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...